всем привет на канале удачмен сегодня я продолжаю тему выпуском об этом афганском террористе напавшим на людей с охотничьим ножом покалечивших многих людей и убившего полицейского этим выпуском я пока закончу ряд обзоров и скажем так новостей по этому террористу потому что он как человек не заслуживает абсолютно никакого внимания с нашей стороны поэтому давайте мы сойдемся на том что суд будет сам решать что с ним делать я собрал некоторые данные по этому человеку и хочу поделиться с вами если вы допустим этого не знали он приехал в германию 10 лет назад в возрасте 13 лет со своим братом в течение года он подавал заявление на статус беженца через год ему отказали но выдворить и депортировать его обратно не смогли так как он был еще малолетним сейчас же обратно его выслать если такое случится в афганистан откуда он приехал его не могут потому что афганистан и сирия не принимают по своим законам обратно тех людей которые сбежали от них как беженцы или как ну как изменники родины предатели значит у него осталась жена и двое детей сразу же на журналистам сказали что вернее журналисты говорят что они не могут узнать местоположение жены и хотели бы с ней поговорить но к сожалению это сделать сегодня невозможно естественно это сделать невозможно потому что полиция взяла ее скажем так под свой колпак и спрятала как вот в америке программа защиты свидетелей так и здесь называется несколько иначе ее убрали для того чтобы в первую очередь журналисты к ней ей не докучали во вторую очередь чтобы озлобленные люди жители не уничтожили ее не разорвали ее на куски кратко об этой женщине ей тоже 25 лет как и вот этому афганцу она коренная немка у него статус терпимого не беженца а именно терпимого временно проживающего на территории германии должен был закончиться в 2026 году сейчас он находится опять-таки под стражей полиции в больнице в реанимации потому что как сообщает и пресс-служба полиции и журналисты он не в состоянии того чтобы с ним провести допрос очень многие политики в том числе 17 министров внутренних дел высказались практически единогласно о том что такие преступники такие люди которые совершают сильнейшие преступления у нас в стране здесь задерживаться не должны их нужно немедленно выдворять независимо от того принимает ли его бывшая родина его обратно или нет выдворять за пределы страны и по таким случаем как с этим афганцем договариваются с пакистаном чтобы выбросить его если выбросить вывести его на границу с пакистаном там оставить его предоставить его судьбе что с ним будет дальше это уже будет решать как говорится сам всевышний и те власти той страны на границе которой его высадили значит полиция естественно очень сильно скорбит и они хотят многие полицейские собираются маршем пройти по берлину маршем памяти о своем погибшем товарищи коллеги чтобы показать единство с теми людьми которые постоянно подвергаются риску быть убитыми быть подвергнутыми быть подвергнутыми нападению со стороны вот таких вот радикальных исламистов или преступников почему именно по берлину потому что в берлине проживает очень много выходцев из сирии выходцев из афганистана выходцев из ливана вот эти вот берутские палестинцы и так далее все которые когда-то бежали сюда нигде не работают до сих пор здесь живут припеваючи но выступают за свой вот этот вот халифат требуют от государства чтобы здесь создали халифат и на их сторону пляшет я вам как-то уже в одном видео говорил ее зовут холла мирием хюбш коренная немка ее отец был вернее он ушел из христианства перешел в ислам и 20 с лишним лет он был мулой в одной из мечетей и его дочка когда видела пример своего папы решила тоже податься вот в ислам и она во многих передачах выступая перед журналистами выступая перед экраном утверждает что мы все заблуждаемся ислам это очень хорошая религия я не спорю я не спорю ислам это очень мирная религия халифат это ничего плохого из того что мы все думаем она защищает халифат она защищает всех вот этих убийц этих всех мародеров требует чтобы мы с ними считались у многих журналистов в том числе и у меня возникает вопрос к этой вот госпоже коле мирием хюбш вот ты сидишь к примеру в студии у марку саланца кричишь о том что халифат это безобидное государство это чистота это культура это дисциплина ты кричишь здесь в германии потому что ты родилась в германии ты выросла в германии но ты мусульманка по вероисповеданию сможешь ли ты в какой-нибудь арабской стране в той же саудовской аравии вот так вот свободно выступать по телевизору там тебя никто не будет считать за человека потому что ты женщина это так для сравнения она же говорит что мало того что она мусульманка она ходит постоянно вот в этом вот платке на шее на голове полностью покрытая голова как знак храбрости и смелости перед всеми христианами ненавидящими ислам ну это просто у женщины в голове не все в порядке очень многие мусульмане именно настоящие мусульмане они поражены тем что произошло в пятницу в манхайме они резко осуждают вот это вот человека но как я уже говорил в начале прокуратура пока еще не может допросить этого подозреваемого о делу об убийстве сотрудника полиции при исполнении своих служебных обязанностей и совсем коротко я хотел бы буквально добавить в конце после вот этих вот моих нескольких видео про вот этого убийцу афганского у меня появлялись люди мусульмане я так думаю глубоко верующие мусульмане под моими видео и начинали обзывать всех христиан шайтанами обезьянами и врагами всего мира и так далее требовали чтобы мы признали его правоту правоту вот это вот убийцы один даже мне сказал спросил почему я не называю причины вот этого вот преступления сейчас я отвечу на эти причины что были за причины и многие мусульмане мне говорили что писали своих комментариях под моими видео что он поступил так защищая коран потому что это была акция сожжения корана значит они оправдывают его поступок тем что он хотел защитить защитить священную книгу мусульман так вот ни о какой акции сожжения корана в манхайме в пятницу 31 мая не шло никакой речи человек политик представлял свою организацию которая выступает против исламизации государства на государственном на политическом уровне то есть он выступает против засилья исламизации он выступает против создания халифата и у этого человека михаила штурценбергера не было даже в руках и не у только у него но и у его помощников не было никаких намеков на коран поэтому все те люди которые мусульмане утверждают что этот немецкий политик хотел сжечь коран и вот этот афганец проявил патриотические такие религиозные чувства поэтому его прорвало и он всех порезал они глубоко заблуждаются пусть лучше помолятся и сами подумайте политик политик государственный человек вдруг возьмет и будет сжигать коран или скажем библию да но это нонсенс это лишние отговорки для того чтобы защитить этого убийцу и нескольких человек я просто-напросто я игнорировал вот эти их уколы их нападки и практически все они само удалились с моего канала за что я им очень благодарен потому что у меня сейчас уже появились на канале модераторы которые просто-напросто не успевают удалять не то что едкие колки идиотские комментарии но и отправляют людей в бан слава богу я уже скинул себя вот это вот обязанность все у меня есть два человека которые занимаются этим постоянно на добровольной основе так вот те люди мусульмане которые называли христиан шайтанами волками позорными собаками грязными само удалились с моего канала после моего комментария приблизительно одинакового комментария что к одному что к другому что к третьему я сказал что если твоя молитва к всевышнему идет от сердца то всевышний услышит твою молитву своей душой если твоя молитва идет в пылу гнева против ближнего твоего неважно какого он вероисповедания то падет на тебя кара всевышнего аллаха после вот этих моих слов эти вот граждане мусульмане не знаю из дагестана из чечни откуда угодно не там появлялись меня на канале они просто-напросто сами удаляли свои комментарии я честно говорю я их не отправлял банк они сами удаляли свои комментарии и наверное понимали что они не правы полиция взялась самый последний момент полиция взялась за того человека который разместить разместил в тик токе свое горделивое хвалебное видео про вот этого убийцу афганского в котором этот ненормальный кричал который гордится этим афганцам этот ненормальный кричал что вот так вот всех надо неверных всех не мусульман резать всех нужно уничтожать и так далее чтобы была чистая земля чтобы не было ни одни ни одного христианина надо всех разом скопом кто это такой это человек родившийся восемьдесят пятом году в пристине в сербии сейчас это вот этот вот конгломерат косова живет здесь у него нет ни временного вида жительства у него нет ни каких-то там определенных бумаг беженцы и так далее в 2019 году ему запретили въезд в шенгенскую зону но тем не менее он попал опять в германию и пытался при помощи этого видео поднять на восстание других мусульман чтобы они выходили с ножами с чем угодно с оружием и начали священный джихад полиция нашла его данные полиция нашла где он сидит полиция взяла его под колпак и это видео с тиктока удалили и запретили тиктоку под угрозой сильнейших штрафов распространять и далее то же самое касается твиттера сейчас это x чтобы видео в котором показано как вот этот вот ненормальный афганец бегает и режет людей ножом чтобы опять-таки под угрозой запрета трансляции на территории германии эта платформа x не распространяла это видео дальше потому что получается что они все поддерживают вот этого убийцу вот этого радикального исламиста со своей стороны хочу просто добавить бояться не стоит никого если вы покажете слабину они задерут хвост и будут ходить и смеяться вам в лицо они приехали в христианскую страну они обязаны уважать условия и устои господствующие в этой стране хотят они исповедовать свой ислам пожалуйста только у нас в городе построена две мечети ходите молитесь всевышний решит кто прав кто не прав у него уже все записано в германии во многих городах в крупных городах разрешают строить мечети для мусульман чтобы они молились у тех турков которые когда-то приехали сюда как гастарбайтеры пятидесятые шестидесятые годы у них есть свои культурные центры и вот в этих культурных центрах они также молятся как мечетях они встречаются в своих этих общинах они культурно общаются и они давным давно интегрированы в немецкое общество и от турков нет такого ощущения что они кого-то в стране презирают а вот эти вот беженцы которые прибежали сюда и так и не получили статус беженца но пытаются рыпаться против того что ислам бедный приниженный нужно создать халифат и уничтожить всех неверных эти беженцы лучше бы задумались о том на чьей земле они это говорят потому что на планете если мне не изменяет память существует 56 государств исповедующих ислам 22 из этих государств исповедуют строгий фундаментальный ислам почему бы всем вот этим гражданам сирийцам афганцам тунисам и ложится мы так далее исповедующим ислам не поехать туда в те страны и там просить статус беженца